Уважаемые гостиники, слово для вас упомянуть, шаги, гладиум муниципального образования, гладиум саратов, саня Микрадович, пожалуйста, уважаемый Павлович. Спасибо, Николай Владимирович, уважаемые депутаты. На самом деле надо сказать, что мы обсуждаем на сегодняшний день шаг такого наверно мог для нас всех и для депутатов, которые имеют уже достаточно стаж, и для депутатов, которые первые созывы. Это необычная процедура. Мы каждый год обсуждаем бюджет публичный, ряд других вопросов, но эта тема касается изменения сознания, и правильно все депутаты говорят, что необходима большая разъяснительная работа на фоне тех процессов, которые происходят и у нас в стране в целом, когда вопрос кажется, с аккломерацией развития крупных центров, которые являются крупными городами, с полном областных центрах. Совершенно правильно подмечено, что границы уже стерты. Мы, если посмотрим город Саратов, то он был ограничен аэропортом, вокзалом, железнодорожным, городским парком, и буквально там где-то 60-70, заводской район, это десятки бывших деревень, древний район, это дачные массивы, это все город Саратов, сегодняшняя граница. А если смотреть в 2020 год, то по линии границы муниципального регионального города Саратов, уже десятки территорий Саратовского района, где граница практически уже нет, начиная с муниципального и заканчивая селье. Правильно было перечислено. Водник, на самом деле, территории сельского поселения Саратовского района ближе, чем князь Казубек. и Крещиха, и Калашин, и Рейники, и Киричный, и Дубки, и Курдюн, и Занавка, вся эта граница уже перегруза, и ЖС с дачами на сегодня возможной регистрации, вроде бы границ нет. и все территории, которые сегодня вышли с инициативой, вы знаете, что поселок Калашин, которые уже в десятки лет выходят за просьбой, сегодня вышли с территорией муниципального и основания. И, говоря, самих этот вопрос не простой, потому что последний 30 лет эта тема поднималась, можно обсуждать, у нас как заканчивающий претновение всегда вызвало федеральное законодательство, которое говорило о том, что жители сельских территорий становятся гражданами, теряя статус, соответственно, их жизнь становится дороже. Но с 17-го года федеральный законодатель внес поправку, что на сегодняшний день границы возможно менять и территории, которые будут в одних границах, как город, статус, так и сельские впечатления позволяют оставлять у жителей этих сельских территорий все соответствующие статусы, годы, звания и так далее. Поэтому это немножко новая возможность для нас совместно с территорией рассмотреть перспективу совместного развития. И на самом деле это возможно. возможность несмотря на непростую ситуацию в этом году во всем мире поэкономить мы рассматриваем начало первого шага публичных слушаний. Нам за месяц это в правах нашего устава надо всем поработать, прежде всего исполниться на власти депутатов, нам будет тем вообще интересным для того, чтобы подойти финальный эпоху горожан, где будут еще раз заслушаны все вопросы, подробные исчерпывающие информации для принятия решения гражданами с последующим осмотрением ритмов слушаний на расседание с ратской государства. Поэтому я благодарен тем, что несмотря на наши политические взгляды мы говорим про жизнь и развитие нашего города нахер с этим передо голосование я попросил поддержать начало публичных слушаний. Спасибо. Спасибо, Владимир Николаевич, мои коллеги. Я бы выслал благодарен за активное участие в службе проекта решений за персональные ответы и вопросами и персональный интерес и динамички у наших уважаемых пунктов. Поэтому нет предложений и нет проекта решения основного вашего пункта не предложения. Кто за? Три тридцать один объединения с муниципальным обзором города Саратов провести 20 октября 2000 20 годов 10 часов минуты администрации обзора района муниципального обзора города Саратов расположена по адресу города Саратов сабовная площадь до 3 дюйм 10